Активные комментаторы решили самостоятельно провести расследование и выявить причину их нашествия. Блогеры неоднократно поднимали тему насекомых, которые буквально заполонили Алматы. Но, по их словам, местные власти неохотно реагируют на жалобы горожан. После падения нескольких деревьев на улицах южной столицы сетевики заподозрили неладные. Решили проверить посадки возле жилых домов. Оказалось, они кишат жуками. Деревья полностью заряжены короедом. Отодвигая кору, просто ужасаешься. Короеды толщиной в палец. Высота деревьев метров 20-25, то есть обработать нереально. Деревья старые, наклоненные. Трещат при малейшем ветре. Падают ветки. Ко всему, в кроне этих деревьев, проходит линия электропередач на всю нашу улицу и линия электропередач для уличного освещения. Тревогу общественность Фейсбука поднимала уже давно. Еще с тех времен, когда деревья перестали обрабатывать и звездкую корней. По инициативе известного детского архитектора Яна Гейла. Сетевики до сих пор не понимают, чем же плох старый добрый метод. Эти невозможные древесные клопы так достали уже. Но больше всего жалко наши алматинские деревья. Как можно отказаться от обработки деревьев? Кто будет отвечать за это? Неужели мнение некоего иностранного архитектора отменяет здравый смысл? У нас климат резко континентальный. Благодаря побелке кора дерева защищалась от ожогов, перепадов температур и насекомых вредителей. У побелки есть отрицательная сторона. Однако, когда ее отменили, необходимо было придумать заменяющий состав. Кора, как кожа у человека, нуждается в лечении. На самом деле, я думала, что этот жук только моя проблема. Оказалось, что я не одна. Жуки поедают деревья и оконные рамы. Может, и паркет где-то поедают. Зелени стало меньше. Дело не только в побелке и в обработке, но и в том, что все деревья в Алматы не имеют своего собственного пространства. Мы живем на пятом этаже, и несколько веток деревьев очень близко к нашим окнам. У меня дома они везде. Кто-нибудь знает, как от них избавиться, помимо полыни? Есть еще способы? Тем не менее, в этом году Алматы оказался единственным городом Казахстана, который включили в топ самых дорогих городов мира. По данным блок-платформы «Ювижн», казахстанский мегаполис расположился на 191-м месте из 209-ти. Дешевле, чем в Алматы, оценили жизнь в Ереване, Минске, Тбилиси и Бишкеке. ТОП составлен из городов наиболее дорогих для проживания в них иностранцев, а не местных жителей. В основу рейтинга легли данные о стоимости жизни, транспорта, еды, одежды, товаров для дома и развлечений. Помимо этого, специалисты учитывали курс доллара к местной валюте. В общем, Алматы хоть и считается дорогим, но при этом находится в самом конце списка. А значит, имеет еще большую привлекательность для бюджетных туристов. Однако комментаторы с рейтингом не согласились. Кто-то назвал столицу Казахстана более дорогой, кто-то решил, что сервис в городе пока еще не дотягивает до европейского уровня. Поэтому сетевики посчитали, что у Акимата Алматы еще много работы по развитию туризма. Например, открывать хостелы, доступные общественные места с открытым Wi-Fi и кафе, где можно пообедать по приемлемой цене. Да, парадоксальное заявление. Иностранцам легче и дешевле слетать на Мальдивы или в Швейцарию, насладиться отдыхом. А включение нашего города в список самых дорогих при почти полном отсутствии сервиса – это кое-что значит. Я, конечно, не говорю об отелях, в которых сутки проживания стоят от 10 тысяч долларов. Но кому это надо? Сервис Алматы как города не дотягивает до европейского уровня. А сами алматинцы, переезжая в Нур-Султан, жалуются на соотношение цена-качество уровня столичного сервиса. Хотя время все расставит по местам. Как бы то ни было, иногда совершенно необходимо встряхнуться и сменить окружение. Пусть ненадолго сбежать на выходные не на дачу, а куда-нибудь подальше. Конечно, есть города, поездка в которые может обойтись недешево. Но, судя по комментариям сетевиков, съездить в Алматы им обходится куда дешевле посещение даже тех городов, что оказались в списке после нашего. Но пусть вас это не пугает. Путешествуйте на здоровье, открывая для себя мир и новые места. И на этом у меня на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях. Либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире и в Казнете. Редактор субтитров А.Семкин